Эти женщины служащие храма. Они читали акафисты Богородицы и не переставали молиться на протяжении всего времени, пока рабочие поднимали купол и крест. Тихвинский храм в Кунгуре был передан церкви последним, но именно на его колокольне два года назад зазвонили новые колокола. Именно его пятиглавие украсят дорогие сверкающие купола. Церковному заведению одному не под силу такие приобретения. Спасибо предприятию Кнауф Кунгур. Шефу, как сказали бы в советские времена, оно жертвует немалые суммы на восстановление храма. Когда господин Кнауф услышал эти колокола, он заявил однозначно, что он будет продолжать свой проект по восстановлению храма. И я думаю, что в ближайшее время будет принято решение об увеличении суммы пожертвований для восстановления, потому что те средства, которые были, они на сегодняшний день освоены. Среди любопытных, наблюдавших за поднятием купола, был и Николай Каденцев, в недавнем прошлом глава Кунгура. Как раз он, будучи мэром города, живописно представил господину Кнауф Тихвинский храм с его проблемами. Я вот каким-то образом тут спровоцировал господина Кнауф в том плане, чтобы он обратил внимание на этот храм. И надо сказать, что я очень благодарен ему за то, что он действительно очень много уже сделал. Вот говорят, что это самое, что Кунгур-жемчужина Пьерского края, да? Так вот я хочу сказать, что вот эта жемчужина действительно это самое, один из бриллиантов, это наш Тихвинский храм. На изготовление остальных четырех церковных маковок потребуется еще 350 тысяч рублей. Кунгуряки уже надеются на то, что вскоре на солнце будет сверкать не один, а все пять куполов Тихвинского храма. Юлия Долгова, Михаил Овсетчик. Специально для новостей из Кунгура.